Начнем наш разговор. И у нас в Пионере уже на протяжении многих лет пользуется популярность такой формат, который называется «Встреча на все сто», когда взрослые дети разговаривают на равных. Здравствуйте, меня зовут Павел Тыкина Екатерина. Я учащийся в средней школе номер 8 города Полоска. Пионер значит первый. Каждый из нас в этом зале стремится стать лидером, который может организовать любое общее дело, повести за собой одноклассников, пользуется авторитетом среди сверстников. Александр Григорьевич, а какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать лидер? Можно ли им стать или им нужно родиться? Вот ты сказала, что каждый из присутствующих хочет быть лидером. Но мне кажется, что в Вашем возрасте не каждый хочет быть лидером. И это уже качество врожденное. Вот если ты хочешь быть лидером, а что значит быть лидером? Не просто верховодить в школе, в классе, там порой на голове ходить по партам и так далее. А лидером быть, ты должен зарекомендовать себя, свой авторитет поднять в глазах своих сверстников. Лидером быть это так, чтобы за тобой шли. Если за тобой не пойдут, ну какой ты лидер? А лидерство надо завоевать какими-то поступками. Это важно. И человек, конечно же, должен родиться с задатками лидера. Президентами не становится, президентами рождаются. Поэтому президент, все равно задатки его должны закладываться в него при рождении. Если у тебя этого нет, ты будешь президентом. Ты будешь грамотным, образованным, но ты не будешь лидером. Президент тоже лидер. Он должен быть лидером. Если он не лидер, он слабый президент. Поэтому, да, Катя, от рождения у человека должны быть заложены качества лидера. Но если это только от рождения у тебя будет, и ты в процессе своей жизни не будешь развивать это лидерство своими поступками, за тобой никто не пойдет, и твои сверстники в тебе не увидят лидерских качеств, которые тебе даны от рождения. Понимаешь, о чем я говорю? Вот, поэтому здесь симбиоз и от рождения, и самое главное, приобретенное. Но ты, чтобы быть лидером, должен пахать так, чтобы твои ребята рядом, да, это настоящий лидер, мы за ним пойдем. Поэтому и в учебе, и в труде ты должен отличаться. Понимаешь? Да, спасибо большое за ответ. Действительно, и наш союз молодежи и пионерская организация, которая как раз-таки и призвана найти лидеров в среде и развить их качество. Ну вот сейчас мне бы слово хотелось предоставить бы Ире. Мы говорили только что о том, что сейчас не отличить ребят из маленьких городов и из крупных. Как раз-таки Ирина представляет у нас небольшую мальковическую среднюю школу. Здравствуйте. Ира, сколько человек в школе у тебя? 118. 118. Ну это средняя такая сельская школа, да? Как сказала Александра Владимировна, я представляю пионерскую дружину планета Мальковской средней школы Ганцевичского района. Сегодня наша пионерская организация – это современное движение детей и подростков с увлекательными и интересными проектами, конкурсами и мероприятиями. Мы с удовольствием принимаем участие в таких проектах, как «Клевые каникулы», «Пионерский квиз», «Огонек приглашает друзей». Подожди, ты такие слова говоришь, что я не сомневаюсь. Ты сказала «Клевые каникулы»? Да, это онлайн-проект Белорусской республиканской пионерской организации, который проводился первый сезон на весенних каникулах. Мне он очень запомнился, потому что это был первый проект от БРПО, в котором я поучаствовала. И после этого проекта я закрутилась в этой пионерской жизни. Завертелась в этой пионерской жизни. И это называется «Клево». Да. А чем можно заменить это слово вообще? Круто. Круто. Клево, круто, да. Хорошо, короче, да? Да. Ну, понятно, я понял. И потом ты еще какое-то нехорошее слово сказала. Квиз. 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 Это интеллектуально-творческая игра. Да. Понятно, понятно. И, короче, ты, как молодежь, уже подсела на это дело, да? Да. Понятно. Ты знаешь, для нас еще очень важно, и для вас, я бы вас, по крайней мере, просил, чтобы вы не только зависли в этом онлайн, но как-то отрывались от этих телефонов. Что такое в вашем возрасте твой сверстник? Это вот такой старичок маленький, все время тыкающий в этот телефон. Ну, надо иногда его в сторону положить и заняться настоящей жизнью. А его использовать даже в ваши годы, особенно потом, только по необходимости. Потому что телефон – это, прежде всего, средство общения и интернет, скажем так. Но интернет надо использовать для того, чтобы получить, прежде всего, необходимую информацию для жизни. Но не все время там висеть. А потому что при всем положительном – это, конечно, большое достижение человечества. Очень много негативного там. И в вашем возрасте, если зависнуть или повиснуть на какой-то теме, в которой вы не очень разбираетесь, а просто заглотили ее так, как она там есть, не всегда хорошо. Ну да, телефон уже не отберешь у вас. Но все-таки пользоваться им надо уметь. Надо детей наших, твоего возраста и молодежь, ну, хоть иногда оттаскивать от этого телефона. Это очень важно. Наше общество скоро поймет недостатки этого. Пока мы еще не все осознали. Начинаем осознавать. Но здесь недостатков очень много. И опасностей очень много для такого возраста девчонок и ребят. Ну, извини, что я тебя перебил. Александр Григорьевич, мой вопрос звучит так. Какой была пионерская организация в вашем детстве? И что, на ваш взгляд, следует современным пионерам взять из пионерии советских лет? Помнится самое главное. Мы были очень организованы. И если только руководитель пионерской организации, дружина, если только он там посоветовавшись, пошептались с директором или организатором в школе, и приняли какое-то решение, завтра идем собирать камни в поле. Все, мы с такой радостью. А лучше, чем ребята в 10-15 лет, лучше никто не сделает. Мы завтра идем сажать деревья. Вот я постоянно подталкиваю начальников в Минске. Надо там, там, чтобы зеленый был Минск. Надо высаживать деревья, цветы и прочее. Слушайте, мне говорят, вы знаете, саженцев не хватает. У нас вообще такого никогда не было. Если тебе не хватает саженцев, иди в лес. Там есть маленькие елочки, сосны, деревца. Выкапывай их и высаживай там, где надо. Помочь старшим. Благоустройство. Просто работать, помогать на селе. В городе тоже хватало работ. Организовывали как-то. Вот это вот запоминается. Я не зря сказал, вот все, что тогда делал, помнишь сейчас. Спасибо большое. Александр Григорьевич, вот ты кое-что сказали сейчас, что даете поручение в Минске постоянно высаживать деревья. А мы, когда высаживали аллею, век пионерии, в городе Минске не могли найти свободного места, чтобы мы высадили аллею. Но в итоге нашли, и около будущего детского технопарка у нас сейчас появилась аллея век пионерии. Она уже появилась. Я вам столько мест сейчас покажу. Только сажайте эти деревья. Договорились, потому что у нас все определяли, сказали, весь Минск засажен, весь озеленен. Нет, давайте вот для аллеи возле Дворца Независимости пионерскую, комсомольскую, сделаем в будущем году аллею. Лучше всего все-таки весной, потому что они лучше проживаются. И вы знаете, я не зря сказал, чтобы возле где-то Дворца Независимости, а может быть, что-то во дворце найдем какое-то место. Найдем. И посадим эти деревья. Знаете, когда Дворец Независимости построили, в первый год я привел своих сыновей. Да, и высадили. Всех троих. И сам, вот тут четыре деревца растут. Если у вас будет интерес, вам покажут. Но четыре дерева мы посадили. Понимаете, проходит время. Представьте, вот Ирина через 20 лет, а время мгновенно прилетит, у нее уже будет двое детишек, и она их приведет к этой аллее и скажет, слушай, вот это я посадила с президентом, первым президентом страны, вот это дерево. Это история вашей жизни. Поэтому отказываться от этого нельзя. И где бы вы ни были, даже неорганизованно, даже старшее, посадите свое дерево, пусть оно будет. Поэтому я готов в этом участвовать. Пионерскую аллею и комсомольскую. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Меня зовут Бригинец Ирина. Я учащийся в средней школе номер 8 города Полоцка. Занимаю должность заместителя председателя детской палаты Полоцкого районного света БРПО. Главная идея моего проекта «Лента времени» это увековечивание памяти земляков, погибших в годы войны, через историческую реконструкцию событий в Полоцком регионе. Проект включает массу тематических мероприятий, а финальным и самым масштабным является военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны, а именно подвиг героя Советского Союза Татьяна Мариненко и деятельность партизанской бригады «Неуловимая». Для воссоздания картины событий данного периода в нашей школе была создана творческая группа педагогов и учащихся «Клуб военно-исторической реконструкции памяти». Я считаю, что военно-историческая реконструкция это своего рода машина времени, которая позволяет не только участнику действия, но и любому зрителю перенестись на много лет назад и прочувствовать все тяготы партизанской жизни и быта. У людей на слуху фамилии Гастелло, Карбышев, Космодемьянская, но во всех регионах Беларуси были и есть свои герои, совершившие немаловажный подвиг. Приглашаем вас, Александр Григорьевич, посетить реконструкцию в нашей школе и, возможно, после этого такие реконструкции проводить повсеместно? Я постараюсь. Очень хорошее дело вы делаете. И ты очень правильно сказала. Мы знаем там Зою Космодемьянскую, Гастелло, других. Но поверьте, это на слуху. А огромное количество, тысячи, тысячи людей того времени, которые совершили не меньшие подвиги, чем они, но о них никто не знает. И если вы этих людей поднимете, герои живы, пока о них говорят, пока помнят их имена. Это очень важно. Поэтому я вам очень благодарен за такую инициативу. И вы знаете, это хорошее дело для любой школы нашей. Действительно, тематики сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, о геноциде белорусского народа все больше и больше уделяется внимание не только на государственном уровне, но и общественными объединениями. И вы знаете, сейчас повсеместно у нас проходили уроки памяти. И, может быть, позвольте мне высказать такое предложение, чтобы вы тоже выступили в роли учителя и провели урок памяти для лучших наших школьников. и студентов. Ну, хорошо. Давайте вот соберемся. За вами аудитория. С первым секретарем комитета комсомола и министром образования. За вами аудитория. А министр образования предложит, ну, такой неформальный, красивый план урока. Понимаешь? Именно план урока. Чтобы я понимал, о чем говорить и что востребовано и интересно для ребят. Давайте определять. Я думаю, что, может быть, 1 сентября где-то. Давайте во дворце независимости приведем. Александр Ильич, все подготовим и план урока проведения, потому что у нас действительно очень востребована эта тема. И мы сегодня видим, что молодежь, не только школьники и студенты, они очень тянутся когда-то снимаются гей. Договорились. Во дворце независимости, да? Да. Давайте либо в музей Великой Отечественной войны. Пожалуйста, давайте в музей Великой Отечественной войны. Это очень символично будет. Спасибо большое. И вот мы говорили о детском органе самоуправления в пионерской организации. Здесь у нас присутствуют председатели, Влад Белоус. Добрый день, Александр Григорьевич. Меня зовут Белоус Владислав. Я являюсь председателем детской палаты Центрального совета БРБО. И не так давно я стал участником конкурса поиска маленького посла культуры ШОС. Я рассказала китайцам о нашей просто прекраснейшей стране. Я думаю, вы с этим соглашаетесь, конечно. Я рассказала о работе, самоотверженной работе наших медиков и рассказала о опыте работы моей любимой пионерской организации. И я на личном опыте увидел эту сплоченную такие вот добрые отношения между Китаем и Белоруссией. И мне интересно узнать лично у вас, как вы считаете, что является той самой ниточкой этих отношений? Что касается наших отношений с Китаем, мы их выстраивали очень долго. Я, будучи еще депутатом парламента, побывал в Китае. Было давно. И познакомился с Китаем, как они начинали развитие. Я приехал сюда, в Минск, и в парламенте сказал, что вот будущее за этой страной. Давайте будем учиться, как беречь прошлое и смотреть в будущее. Вот смотрите, прошло 30 лет. Я был прав? Поскольку ты-то погружен в белорусско-китайские отношения. Я оказался прав. Это фактически Китай становится лидером, мировым лидером. И они уже в этом плане столкнулись с Соединенными Штатами Америки. Американцы не хотят, чтобы был такой же сильный центр в мире, как сами американцы. Потому что американцы за счет этого лидерства живут. Они имеют валюту, доллары и так далее, благодаря тому, что они сильны, сильна экономика. А тут появился Китай со своим юанем, своей валютой и со своим желанием быть лидерами. Вы не представляете, они настолько любят свою страну, они преданы. Вот они настоящие. И вот потихоньку, потихоньку, когда я стал президентом, мы начали выстраивать отношения с Китаем. И вот по всем, как ты говоришь, ниточки, везде эти узелки завязывались. И мы выстраивали с ними отношения. В том числе и в экономике, дипломатии, в политике. Ну и установились у нас с ними очень добрые, близкие отношения. Мы понимаем друг друга. Они понимают нас, мы понимаем их. Ну, тут одну ниточку, Владиславу, нельзя выдернуть из огромной цепи этой логистической. Это годы, годы доверия, но главное – это доверие. Китайцы должны народу поверить и стране. Если нет вот этого духовного, если нет веры, ну, будут такие отношения, они очень вежливые. Здравствуйте и до свидания. Но если они поверят, они будут друзьями крепкими. Древняя крепкая цивилизация. Уже ни у кого нет сомнений в том, что за Китаем будущее. Огромное спасибо, я с вами согласна. Ну, вот уже не терпится задать вопрос Георгию. Здравствуйте, меня зовут Лухверчи Георгий. Я член клуба юных спасателей пожарных «Прометей». Я принимаю активное участие в конкурсах, которые проводит МЧС. А откуда, откуда ты сам? С города Борисова. С Борисова. Я мечтаю стать пожарным. Я конструирую модели пожарных машин. «Профессионализм, честь и отвага» это девиз пожарных Республики Беларусь. А какой девиз у вас у президента Республики Беларусь? Ну, я бы согласился с твоим девизом, но у меня девиз более такой общий, более обширный. «Только вперед!» Как у Союза молодежи. «Только вперед!» Почему я говорю «только вперед?» Запомните, ребята, для вас очень важно. Ни в коем случае, ни в коем случае вы уже это поймете, нельзя останавливаться. Жизнь очень быстрая, бурная, кипучая. Я и взрослым говорю. «Остановился!» Там позади вас такая толпа затопчет. Или просто вы отстанете. Будете там где-то плестись, вас будут толкать и прочее. Поэтому только вперед. Каждый день, понемножку, потихоньку, но только вперед. Никогда не останавливайтесь. Особенно вы. Вы же лидер. Если вы хотите быть лидерами, а лидеры – это только впереди. Поэтому только вперед, только вперед. Я вот сказал «только вперед», но я еще буду думать. Я, честно говоря, не готовился отвечать на такой вопрос. Может, у меня еще какой-то есть девиз? Но в Союзе молодежи он звучит «только вместе» и «только вперед». Ну, «вместе» – это понятно, потому что вы видели, что я на все выборы шел вместе, 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 вместе. Это понятно. Но если у молодежи такой девиз «хорошо», я согласен. Я тогда буду везде продвигать этот тезис. Только вперед. И, ну, добавлю, вместе. Вместе обязательно. Спасибо вам большое. Запомните. Я не хочу вам никаких тут наказов давать. Слушайте, вам уже это надоело и дома, и в школе. Все, наказы, наказы. Но помните, все, что нужно сделать сейчас, в ваши годы, сделайте. Вы лучшие. Это лучшие из молодежи. Вы – будущее нашей страны. Поэтому делайте каждый день что-то новое. Постарайтесь двигаться вперед. Не останавливайтесь. Вперед, вперед и вперед. Если есть у вас возможность помочь отстающим, помогите. Это в жизни вам зачтется. Делай добро, и оно к тебе потом вернется с Торицей. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Александр Кузьмин, это талисман современной пионерской организации, Рысенок Аганек. Его придумала девочка из Гомеля, а ребята взяли на вооружение и даже фестиваль теперь называет себя. Спасибо. Спасибо. Это во Дворце Независимости. Найдем ему где-то место. Спасибо вам большое. Спасибо. Будь готов. Всегда готов. Только вперед. И так. Спасибо.